всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве мы с вами находимся на пересечении малого кисловского переулка и среднего кисловского переулка здесь в среднем кисловском переулке дом 5 по моему или 7 сейчас я вам точно скажу здесь находится очень интересный дворик интересный дворик со свободным входом давно о нем слышала давно давно о нем знала но все никак не не доходили руки ноги сюда прийти дошла показываю так вот самом начале среднего кисловского переулка вот такой вот дом дом 5 дробь 6 строение 14 это дом 1928 года постройки а вот соседний дом двухэтажный дом строя дом 3 строения 1 по среднему кисловскому переулку построен в начале 19 века это сохранившаяся часть усадьбу купца фридриха ланга которая позже принадлежал торговому дому гаврила волком с волков с сыновьями сейчас это один из учебных корпусов консерватории к примыкающему к нему доме размещается гостиница и кафе дом тоже старый а дом номер 10 двухэтажный построен 1812 году он был двухэтажный позже был выкуплен купцом василием якунчиковым после 1917 года было надстроено еще пять этажей и в здание вселились преподаватели консерватории сейчас здесь размещается или размещались не знаю галерея имени никого да есть такая галерея но и остальные строения которые здесь видите раньше также принадлежали купцу якунчикову но строение 5 дробь 6 строение 2 а которым размещается вот здесь вот дом валентин вроде как он тоже был надстроен а вот тот самый вход с калиткой с таксой над воротами в который рекомендуется зайти кажется что калитка монументально закрыта на самом деле она вроде как открыта дворик очень любопытный я видела несколько видео фотографий читала статьи и считается что дворик неприветливый вот в этом доме находятся галереи имени никого считается что дворик неприветливый потому что ну вроде как там что-то камеры какие-то стоят сесть на скамейку нельзя но я даже читала в комментариях там вот у блогеров что вы не пойдем мы сюда не пойдем я пойду я не знаю приветливые неприветливые вот так вот выглядит собака такса над воротами не знаю вот говорят там снимать нельзя там не знаю что нельзя но я сюда за этим пришла чтобы снимать здесь во дворе стоит старинный автомобиль здесь во дворе я вам сейчас сразу скажу потому что не знаю что у меня будет это зайду здесь во дворе есть несколько скульптур очень красивые цветы все так ухоженность так красиво растения в колбах вот такая вот граффити такое вот и здесь вот я опоздала немножко весной цветут бывает такое забыла название посмотрела вспомнила магнолии здесь цветут магнолии но я опоздала к сожалению поэтому пока мы будем смотреть то что увидим моей целью конечно же была белка которая застрелилась вот такая же белка есть будапеште я не знаю может быть какая-то копия или кто-то распространяет этих белок так же как и костиков бетонных я не знаю но вот точно такая белка один в один есть будапеште которая тоже застрелилась при каких-то причинам не знаю неразделенная любовь или что-то еще но в общем так давайте мы сейчас с вами пойдем все таки наверное через центральный вход а с другой стороны говорят еще один вход есть без ворот а пока будем идем идти я вам расскажу про название кисловского переулок это кисловская слобода в 17 веке дано это название кислошниками называли людей профессионально занимавшихся засолкой и квашением овощей и ягод приготовлением кислых напитков кваса щей и других в районе нынешних кисловских переултов а их 3 большой малой и средний емко котором мы сейчас с вами идем находилась мало что в районе этих нынешних кисловский периодов а их 3 большой малый и средний в котором мы сейчас с вами идем, находилась принадлежавшая двору царицы Царицыно-Кисловская Слобода. Рядом также располагалась патриаршая Кисловская Слобода. В середине XIX века средние и нижние переулки стали собственностью семейства Якунчиковых. Глава дома был известен как щедрый меценат, ценитель изящных искусств. Он щедро субсидировал строительство Московской консерватории. На его музыкальные вечера в главном усадебном доме собиралась едва ли не вся богемная Москва. С 1901 года в Кисловских переулках находится Московская консерватория, а с 1902 года музыкально-драматическое училище при филармоническом обществе. По соседству с музыкальными учреждениями снимали квартиры их преподавателей. Видны российские музыканты и ученики. Здесь даже слышна музыка. из консерватории. Вот это с левой стороны здание консерватории. Ну, как бы задняя часть. Здесь в одном из владений в 1859 году умер писатель Аксаков. Доходный дом Якунчиковых был построен в 1896 году архитектор Воскресенский по адресу Средний Кисловский переулок, дом 5, дробь 6, строение 3. В тот же год Якунчиков приобрел владение в Кисловских переулках, его жена скончалась. И год спустя статный вдовец с прекрасными манерами, безупречно англической красивой внешностью, начал ухаживать за 16-летней Зинаидой Мамонтовой. И, вопреки уговорам родителей, красавица Зина вышла замуж за вдовца с тремя детьми. И состоялась свадьба, после чего молодые поселились в большом особеннике с фигелями в Среднем Кисловском переулке, нынешний дом номер 7, дробь 10. Сейчас мы зайдем, все посмотрим. Дом 5, это дом 3, соответственно, это дом 5. Слышите музыку? Это из консерватории. Вот отсюда. Именно Зинаидой Мамонтовой поддерживалась творческая атмосфера. Здесь, в огромной бальной зале, стояли два рояля, а на фортепианной концерте, выступавшей в доме Николая и Антона Рубернштейна, собиралась вся Москва. Кстати, одна из дочерей Якунчиковых вышла замуж за художника Поленова, который бывал на этих концертах. Вот консерватория с обратной стороны. Уже в 20-м столетии здесь проживали и работали театральный художник Сергей Судейкин, скульптор Сергей Коненков. Впрочем, если первый вписался в круг полуподемного купечества, то второму было тяжелее. Хозяин заходил к Сергею Тимофеевичу в мастерскую и говорил, вот вы делаете басового старика, кому это нужно? Сделайте лучше тоскующего юношу. Но Коненков продолжал ваять своих лесовиков и даже приглашал к себе народный хор под управлением Пятнинского. Слышите музыку? Во владении Якунчиковых был другой дом, который заслуживает внимания. Он был построен в 1896 году архитектором Воскресенским под типографию. Трехэтажный камень с очень толстыми стенами между комнатами. Одна эта типография здесь так и не поселилась. Смотрите, какая красота. И дом почти сразу стал доходным, а верхний его этаж заняли сами Якунчиково. Декрасивые растения. Вот и тот самый Москвич, который здесь стоит уже очень-очень давно и такой, как атрибут этого двора. Не знаю, на ходу он или нет. Так, но меня интересует очень белка. Очень меня интересует белка. Вот здание. Красивые цветы, клумбы. Всё очень красиво. А вот и белка. С пистолетом. Видите? Прикольно. Это вот хорошее чувство юмора. Хорошее чувство юмора. А вот и белка. А вот и белка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже сесть здесь нельзя... Потому что я не сотрудник офиса и не житель двора... Ну, что поделаешь... Там вот еще структура олень на водопове... Но там охранник стоит, я туда не пойду... Вот так вот он выглядит... Смотрите, какая тут творческая обстановочка... Такое окошко... А здесь еще... Видите... Вот такая... Такое вот граффити... С магнолиями... Сейчас мы выйдем... Через эту... Центральную... Их... Калитку... Которая не закрыта... И вы увидите, что она на самом деле не закрыта... Пойдемте... Вот она открывается... Оп... Вот так... Так что кто придет по моим стопам... Смело может заходить в калитку... Вот он, дом 5... Собственно, мы вернулись на ту точку, с которой я начинала свою прогулку... Ну, а что же белка? Что же белка? Почему здесь белка, которая застрелилась? Вообще, я раньше думала, что здесь какая-то ветеринарная клиника есть... Не знаю... Ну... Если погуглить эту тему... То вы увидите, что тема суицида у животных в интернетах очень обсуждаемая... Ходит по его просторам байка, будто если у бурундуков отобрать все их зимние припасы... Они заканчивают жизнь самоубийством... И, вроде как, и белки тоже могут вести себя подобным образом... Но это всего лишь байка... Ну, а художники мыслят иначе... В современном искусстве используются чучелы животных и очень активно... Что вызывает периодически локальные войны с зоозащитниками... И, судя по всему... История с белкой началась с композиции Маурица Катилана... Бидибидо-бидо-биду-бу... Не выговорю... Застрелившаяся белка, сидящая на стуле... Её название... Бидибидо-бидибу... Это заклинание... Которое... В Золушке... Говорит фея крёстная... Чтобы превратить тыкву в карету... И... Простой... Кухонный интерьер... Смоделированный по кухне в доме... Где образ художника превращается при помощи чучела белки... В символический образ отчаяния... Если даже у животных не осталось надежды... То что говорить о нас? Белка-самоубийца представляет собой... Альтер-эго художника... Катилан признавался, что его пугает... Концепция неудачи... Олицетворяемая в данном случае... Гибелью белки... Он даже заявил... Иногда нелегко быть самим собой... Это ключевой элемент для понимания данной работы... Данную композицию Катилана называют... Самой визуально отвратительной у него... В сценке нет ничего кровожадного... Но серость и безлитость кухни... Не нарушенные даже пятнами крови... Поражает ощущение полного беспросветного уныния... Вот так... Я вам вставлю здесь фотографию... Этого вот... Композиции Катилана... А потом в Будапеште появилась мини-структура Михайя Колодка... Которого называют венгерским Бенкси... И там уже совсем другая концепция... Ну вот... Не дают нам записать... В центре Будапеште стоит памятник лейтенанту Коломбо... Памятник Коломбо установили по проекту... Венгерского скульптора Гёзы Дёжи Фетте Те... В 2014 году... А белка появилась позже... Где-то примерно в 2016 году... Но она там очень кстати... Трупик белки будто очерчен мелком... В теледетективах... Кажется будто инспектор задумался... Пытаясь развязать очередное таинственное убийство... Я вам здесь тоже вставлю фотографию... Этой белки Будапештской... И вы увидите как она похожа на эту белку... Которую я вам сегодня показала... Ну а давайте вернемся в этот дворик... В сегодняшней белке... Здесь можно предполагать все что угодно... Я говорю вплоть до несчастной любви... И то что она застрелилась от голода... Или еще от чего-то... Но в принципе... Вероятно это копия Будапештской белки... Не знаю... Также здесь еще есть скульптура... Я вам показывала девочка на роликах... И лань на водопое... Вот... И также... Такса... А еще автомобиль... Который я вам тоже показывала... Ну вот и все на сегодня... Вот такая получилась мне сегодня интересная прогулка... В белой территории закончилась жизнь самоубийством... Ну очень мне хотелось сюда прийти... Очень уж было мне интересно... Всем спасибо за внимание... За просмотр этого видео... Как всегда я приглашаю вас подписаться на свой канал... Подписывайтесь... Ставьте лайки... Комментируйте... Ну а я всем желаю всего самого доброго... И конечно же... Прежде всего здоровья... До свидания... До встречи... Все жужжит... Не дают мне ничего сказать... До встречи... Всем пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok